Сотрудники клининговой компании крушат квартиру покойной, работают исключительно в респираторах, без них дышать в помещении весьма затруднительно. Тело хозяйки пролежало здесь несколько недель, соседи забили тревогу, когда из квартиры стал доноситься стойкий трудный запах, а через щели в соседние комнаты поползли опарыши. Скрыть дверь в квартиру умершие коммунальщики смогли лишь в этот понедельник. В понедельник у нас убрали подъезд, подмели, в принципе, было все чисто, но запах еще зловоний вот этот оставался. На следующий день Татьяна Георгиевна еще с одним дома управом, в масках выбегая из квартиры, ну то есть они обработали, был зловонный запах, насыпали какого-то порошка и как бы снова закрыли двери, опарыши поползли еще сильнее. То есть и вот до сегодняшнего дня, каждое утро у нас, каждое утро прямо в квартире, везде в подъезде, в подъезде вообще совершенно невозможно наступить. Еще несколько дней соседи не могли заставить коммунальные службы избавить подъезд от червей. Все это время задыхающихся от трупного смрада людей гоняли по всем возможным инстанциям. Найти контакты родственников покойной также не представляется возможным. В настоящий момент квартира опечатана комитетом по управлению муниципальным имуществом. Если дети не объявятся, то жилье отойдет в собственность города. Александр Бычков, Дмитрий Швецов, Дмитрий Новопашин. Местное время.